Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем сборку нашего самосбора с кинематикой Core X-Y. И сегодня будем ставить стол областью печати 310х310. Такой большой габаритный стол от компании BigTreeTech мы установим на нашу раму с помощью 4 линейных валов и 4 линейных подшипников LMK от компании Mechanical Pad Store. Для более точного передвижения по оси Z я установил шарико-винтовую передачу, 2SW, который синхронизирован между собой замкнутым ремнем. Это обеспечит точность и плавность хода нашей каретки. Также добавлена нижняя площадка, которая отделяет электронику от области печати. На самой раме принтера было заменено 2 вертикальных профиля. Я немножко попал конечно на деньги, но это же опытный образец. Благодаря такой замене я смог полностью избавиться от 3D печатных деталей, что в принципе немаловажно для людей, у которых нет второго принтера в запасе. Ну а теперь давайте более подробно. Чтобы качественно установить мотор на ось Z, я буду использовать специальную алюминиевую полосу. Она продается в интернете, в том же магазине AluShop, где я покупал профиля, но на тот момент этих полосок в наличии не было. Поэтому я поискал и в интернете наткнулся на другой магазин, называется Tov Aluminium, где мне порезали под размер нужное количество деталей. Точность порезки конечно здесь слабая, кратно 1 мм, но для наших деталей это не важно. После чего я расчертил и просверлил ножное отверстие в этой пластине. Так как у нас используются два мотора, соответственно нам нужно будет и две такие пластины сделать. В принципе чертежи по этим пластинам я скину уже в описании, после того как мы закончим проект. Я буду уверен, что никаких изменений в принтере уже делаться не будет. С обратной стороны видите фиксируется это все винтами и надежно крепится на профиль. То есть в принципе такая конструкция уже проверена на Ender E3 и показала себя с наилучшей стороны. Алюминиевая пластина имеет размеры 8х40 мм, восьмерки более чем достаточно для высокой жесткости. Тем более хочу отметить, что сверлится она очень легко и монтируется тоже достаточно легко. Из такой вот пластины мы будем делать и другие элементы нашего 3D принтера, в том числе и держатели шкивов, держатели кареток, так как материал действительно очень хороший. А мы переходим к установке нашего стола. Он будет крепиться на двух профилях 20х20 и уголках 20х40. Это алюминиевые уголочки толщиной 2 мм. Несмотря на такую маленькую толщину жесткости предостаточно. Для того, чтобы не было проблем с геометрией у стола, нам нужно угольники хорошо тщательно замерить и расчертить. Для этого понадобится точный инструмент, как угольник, штангель, керн, также линейка качественная, возможно даже циркуль. И после этого уже можно в принципе приступать к сверлению. Так как у меня нет сверла на 14, я решил воспользоваться китайским бором. Он превосходно рассверливает такие отверстия. Установив СФУ, я пообводил все отверстия, которые нам нужно будет просверлить. В принципе, это достаточно просто. И самое главное здесь точность, ребят. Потому что если хотя бы хоть одно отверстие будет смещено, то вы, во-первых, не сможете его закрутить нормально. А во-вторых, у вас будет смещение именно по осям. Далее я перешел к рассверливанию отверстия под линейные валы 12 мм. Отверстие сделал 14 мм с запасом. И после этого, естественно, решил зачистить все это напильником. Для того, чтобы брать все заусенцы. Дальше переходим к установке ЛМК подшипников. Замеряем расстояние между отверстиями. И все это переносим на наш уголочек. Здесь также очень важна точность. Поэтому, ребята, здесь не спешите. Все отмеряйте, замеряйте. Чтобы у нас не было никаких потом перекосов. И с помощью четверки сверла сверлим нужные 4 отверстия. После этого делаем зеркальную копию первого уголка. Чтобы уголочек никуда не двигался, фиксируем струбцинами. Берем в руки маркер. Обводим большие отверстия, чтобы нигде не прослабить. И с помощью четверки сверла сверлим маленькие отверстия. Убираем все заусенцы напильником. А чтобы наш уголок имел красивый вид, зачищаем шкурочкой. Практически до зеркального блеска. И получили в итоге вот такие вот два симметричных уголочка. Вот так вот будет выглядеть наша механика. Далее мы переходим к сборке стола на профилях 20х20. Конструкция в принципе неплохая, жесткая, все классно. Но как оказалось, при установке стола от BigTreeTec нам не хватило высоты. Дело в том, что винты на столе полностью вмонтированы. И к сожалению их высота небольшая. И поэтому профиль 20х20 в данном случае совершенно нам не подходит. Поэтому полный процесс сборки данного стола я оставлю за кадром. Так как в этом нет никакого смысла, ведь конструкция все равно будет меняться. Уголочки кстати показали себя намного лучше, чем профиля. Они тоньше и при этом на них очень хорошо и удобно крепить барашки. Открываем стол от компании BigTreeTec. Кстати компания достаточно известная, надежная, все ее неоднократно слышали. Упаковали они этот стол очень хорошо, поэтому посылка пришла от целости и сохранности. И за это огромный респект. Стол достаточно ровный. Единственный минус это то, что стол имеет толщину всего лишь 1,5 мм. Но это маловато честно говоря. Но благодаря тому, что в комплекте идет стекло ультрабаза 4 мм, достаточно жесткое, ровное, то этот дефект полностью компенсируется. Мы замерили расстояние между нашими винтами, оно составило 240 мм. И естественно отмерил все это на столе и просверлил нужные отверстия в четырех местах для крепления барашками. После этого идем устанавливать наши ЛМК подшипники. Тоже фиксируются с помощью винтов М4 с круглой головкой. В итоге мы получили вот такую вот раму. Далее переходим к установке линейных валов 12 мм. Для этого будем использовать специальные фиксаторы SHF. Валы кстати очень ровные, качественные и за это благодарность компании Mechanical Podstore. Аккуратно вставляем линейные валы в подшипники, чтобы шарики у нас не высыпались. Обязательно к этому вопросу подойдите серьезно. Движение по валам очень легкое, плавное. После этого мы устанавливаем все это на раму и фиксируем на профилях 20 на 40 с помощью фиксаторов SHF. Кстати фиксаторы очень хорошие и надежные. Они помимо того, что фиксируют наши валы, еще выполняют функцию уголков. То есть по сути делают угол 90 градусов. Фиксируем также вверху. Обязательно проверяем, чтобы нигде ничего не закусывало. Еще раз проверяем и еще раз проверяем, пока не добьемся идеального результата. Вот такого, например. То есть очень хорошая работа, я качеством доволен. А теперь для гурманов чистоты. Видите, руки у меня чистые, так что все в порядке. Начинаем собирать SHF. Для этого будем использовать вот такую жесткую муфту. Она фиксируется на обоих валах. С одной стороны диаметр 8 мм, со второй 5 мм под мотор. Фиксируется шестигранником. Для фиксации мотора на раме используем изготовленную пластину. Но сперва открутим два противоположных диагональных винта. Остальные два оставляем. Вообще нежелательно раскручивать полностью весь мотор. Для того, чтобы не избить соосность. Она все-таки выставляется на заводе достаточно точно. Здесь я вставил тот же самый винт, но отца винт очень короткий. Таких винтов, к сожалению, в интернете я не нашел, чтобы длина их была 3 на 50. Поэтому решил изготовить вручную. Для этого использовал обычную спицу 3 мм велосипедную, усиленную. Обрезал края, вставил шуруповерт и с помощью плашки нарезал резьбу М3. В принципе, нарезается очень легко, так как материал спицы очень мягкий. Вообще никаких сложностей нет. Получил в итоге такой вот резьбовой шток. Отрезал нужное количество. И, соответственно, вкрутил это все в мотор. Получилось у нас такие вот два торчащих штока. Одеваем нашу площадку и фиксируем 3 мм гаечками с обратной стороны. Фиксируется очень надежно, качественно. И благодаря чему наш мотор будет работать просто великолепно. При этом хочу отметить, что наша пластина будет выполнять функцию еще и радиатора. После этого вставляем в наш СФУ. Фиксируем все на муфте. И мы получаем вот такую вот ось. А вверху нашей оси Z мы будем использовать вот такой вот шарнирный подшипник KFL. Хотел вам показать, как он работает. Благодаря чему он позволяет устранить любые перекосы. Теперь переходим к установке нашей оси Z. Для этого мы СФУ загоняем под раму каретки. Не забываем одеть KFL подшипник. Аккуратненько все это дело выставляем на раме. Фиксируем винтами на самой каретке стола. С обратной стороны фиксируем гаечками M4. И закручиваем это шестигранником. Зафиксировав, нам нужно выставить соосность. Для этого мы также фиксируем внизу. При этом хочу обратить внимание, что каретка должна быть тоже находиться внизу. Когда фиксируем вверху, каретка также должна быть вверху. Для того, чтобы не потерять соосность. В итоге видите, как плавно работает наша каретка стола. То есть опускается при нажатии. Это очень хорошо. После установки второй оси Z, жесткость конструкции просто космическая. Никаких люфтов, зазоров, ничего нет. И это круто. А мы переходим к установке именно стола. От компании BigTreeTag. Но, как я уже и говорил, стол не получилось установить на эти профиля 20х20. Поэтому конструкцию мне пришлось переделать. И вместо этих профилей установить более подходящие уголки 20х40. Слава богу, они были в запасе. Обрезал углы, чтобы они не мешали. И, соответственно, это все решил прикрутить на винты M4 с круглой головкой. Но для того, чтобы не тратить время, зажал это струбциной. И прямо на самой раме сделал нужное отверстие. Слава богу, жесткости более чем достаточной у данной конструкции. И все манипуляции со сверлением можно делать прямо на самом принтере. Хорошо зафиксировал. Я понял, что жесткость уголков просто великолепная. То же самое проделал и со вторым уголком. На поверхности уголка сделал 4 отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 240 мм друг от друга. Как у нашего стола. Чтобы винты идеально точно заходили в них. Пружинивать на стол будут пружинки от магазина Mellow Store. О котором вы уже неоднократно слышали. Так как толщина стола у нас 1,5 мм, нас выручит стекло ультрабаза. Оно шло в комплекте и имеет толщину 4 мм. Очень твердая и самое главное ровная. Вот, друзья, с механикой стола мы полностью закончили. Результатом я доволен. Реально получил высокую жесткость, надежность, плавность хода. Чего в принципе и хотел достигнуть. Несколько не жалею, что выбрал именно такие вот комплектующие с небольшим запасом. Благодаря чему мы получим высокую стабильность печати, надежность и долговечность. Инструкция принтера претерпела ряд изменений. Мне пришлось, конечно, немножко потратиться. Но это не страшно. Самое главное, контент сделан хороший. Результат получен действительно превосходный. И это самое главное для меня. Я говорил ранее, я постарался по максимуму убрать все напечатанные детали, чтобы данный принтер мог собрать любой человек без запасного 3D принтера. В течение нашего стола вам понадобятся обычные гаечки М4. Но так как у меня есть 3D принтер Ender 3, то я спроектировал и распечатал водки от барашки, внутри которых стоят гайки М4. Вы их также сможете распечатать, когда запустите свой самосбор. Установка оси Z мы полностью закончили. Нам еще предстоит установить ось X и Y, установить хотенд, кулеры, электронику, электрику и так далее. В следующем мы с вами попрощаемся, я хочу показать, насколько жесткая и удачная получилась конструкция. Уголки справляются на ура со своей задачей. И результатом я остался очень доволен. Ну что ж, а на этом я заканчиваю наш обзор. Не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок. С вами был Макс, ставьте лайки, до новых встреч, пока, друзья.